Разогреваться публика начала еще до начала основной части. Благо, конкурс «Рыцарь года» — это шоу, в котором помимо школьных участвуют творческие коллективы Ленинского округа. Впереди три состязания. После подведения итогов будет вручен титул «Рыцаря». Я желаю успехов в жизни и стремления сохранить то, с каким упорством вы двигались по этапам данного конкурса. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Поздравляю, ребята! Лишь четыре представителя учебных заведений округа вышли в финал после отборочных этапов, прошедших в школах. Первый конкурс — домашнее задание. Тема нынешнего года — «Мой герой». Ребята смогли показать настоящий фейерверк в воплощении творческих идей. Все готовились, все рыцари, все друг другу помогали, все готовы. Будем выкладываться на полную. Конечно, присутствует волнение, но, в принципе, большая честь открывать мероприятие. И я очень рад, что она выпала именно мне. Два месяца школьные коллективы готовили домашние задания. Всего на сцене в номерах приняло участие более двухсот человек. И несмотря на то, что это состязание, все ребята понимали — они вместе делают одно большое дело. Это больше сотрудничество, мне кажется. Кажется, как раз вот в этот момент школы объединяются и делают что-то общее. И за счет вот этого общего есть конкуренция. И это не то, чтобы борьба. Ну, просто это единое какое-то сплочение команд. Следующий музыкально-интерактивный конкурс не столь зрелищный, но тоже важный. Как показывает практика прошлых лет, победить можно с перевесом всего в одно очко. Сначала ребятам требовалось представить инсценировку одной из популярных песен. На меня кругом раннем, и отчаянно порвемся прямо в снежную зарю. Во второй части конкурса команда уже не помогала. Тут было необходимо рассказать о себе и ответить на вопросы по ОБЖ и истории родного края. Какие самые древние села на территории нашего округа? Беседы, острова, Ермолина, Волокова. Как показывает практика, самый сложный конкурс третий – военно-спортивный. В нем ребятам необходимо было пройти четыре испытания. Сборка-разборка автомата, полоса препятствий, переход через условное болото и лазерный тир. Для меня оно имеет большое значение, потому что я хотел бы попробовать свои силы в этом мероприятии. И если уж мне довелось участвовать, то я буду выкладываться на сто процентов. Если оценки по двум первым состязаниям судьи показывали сразу, то для того, чтобы распределить очки третьего конкурса и в итоге определить обладателя звания «Рыцарь года», судьи удалились в совещательную комнату. Естественно, Георгий восьмерка, поскольку два попал, но провалился на автомате. Маркин, три балла ему восьмерка, но он провалился в тире. Никита здесь был звездой. Звездой, совершенно верно. Да, остальные не звездой. И вот, наконец, на сцене выстраиваются финалисты и их родители. Ведь это и их праздник тоже. Наступает торжественная минута. Рыцарем 2023 года стал Долотов Матвей! Матвей Долотов, представитель Видновской школы номер пять, стал обладателем титула «Рыцарь года». И он не скрывает, его победа – это победа всего учебного заведения. Поддержка – это всегда крылья артиста. Если бы сейчас не был зал наполнен моими любимыми коллегами по школе, то, мне кажется, я бы не сделал того, что я сделал сейчас на сцене. Они все большие молодцы. Наша большая команда лучше всех. С января мы каждый день усердно готовились для того, чтобы показать и стать самыми лучшими. Еще один праздник молодости и творчества подошел к концу. И слезы на глазах болельщиков – главное подтверждение того, что эти мальчишки и девчонки отлично знают, что такое настоящая дружба и воля к победе. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, ВИДНОЕ ТВ.